Вороты противостояния силовиков и ополченцев в наиболее горячей точке на территории Донецкой области Краматорской, Славянск, которая уже несколько суток подвергается массированным артиллерийским ударам. Сообщает народное ополчение, так называемая нацгвардия не позволяет мирным жителям выехать в безопасное место. Число жертв среди населения растет, только за понедельник погибли двое. И мы наблюдаем, как горит наш... Когда я двоих детей вывожу из подвала, и две женщины плачут, выходят. Я их с фонариком вывожу, потому что дом горит. И когда ребенка раненого выносят на руках, его несут, и он в конце переулка умирает, до больницы не доезжает. Это уже другое. Это вот где, вот где беда. Они там, где сидят в Киеве, их там не бомбят, они сидят, они только указы свои дают. Между тем, в Луганске руководство самопровозглашенной республики объявило о закрытии аэропорта. По сути, воздушная гавань не работает уже давно. Там не первую неделю базируется группировка радикалов из нацгвардии. Здание обесточенное, большая часть персонала выведена. В городе Снежное, это между Донецком и Луганском, замечено крупное подразделение сил самообороны. Впрочем, командование ДНР пока не комментирует информацию о переброске сил. Эхо гражданской войны докатывается и до городов далеких от линий боевых действий. Это кадры из Мелитополя, где сотни женщин вышли на улицы, чтобы не выпустить колонны с военнослужащими, своими сыновьями, братьями, мужьями, которых ненавидевались отправить в зону парацинной операции. Причем они буквально вручную останавливали армейские группы.